Всем привет, с вами народный строитель Андрюха и сегодня я хочу переделать вот такую вот вешалку Вешалку я хочу сделать из металлических труб, чтобы плечики вот такие вот было вешать удобно, супруга у меня захотела такую вешалку и сейчас я ее буду делать. Выходит она достаточно недорого, на все эти трубы у меня ушло не более 500 рублей, там 500 рублей прям вот ровно со всеми переходниками тройниками и со всем остальным Ну, в общем, сейчас мы попрем. Опытным путем я определил, что расстояние от плечиков то есть от стены труба будет на расстоянии 25 см вот, высота этой трубы будет у меня метр сорок пять, чтобы вот вешать вот так вот как бы нормально портить, даже метр сорок сделаю, вот, чтобы удобно было и детям брать, вот и сверху я хочу сделать доску как бы под шапки под какие-нибудь там, ну, то есть чтобы положить сверху можно было что-то ну вот, как говорится, погнали и так, все это дело убираем такой небольшой лайфхак с шуруповертом в общем, у меня батарейка что-то вышла из строя почему-то перестал шуруповерт работать, я его в машине повез один раз и кнопка, видать, нажалась, она полностью высосалась ну, раньше такое было я подключал тогда к блоку питания к 12-ти вольтовому, допустим, зарядку его и ее, как-то зарядка, получается с толкача заводилась и работала, но тут что-то она короче говоря, отказалась совсем работать я подумал-подумал взял просто провод вставил провода к контактам подключил к этому же блоку питания и теперь вот у меня вот такой вот длинный большой шуруповерт, как говорится, лайфхак если кому надо если кому надо вот такая вот идея так, не туда так вот, хопля лучше, конечно, здесь сделать клеммы чтобы побыстрее одевать и чтобы покрепче держалась но, как говорится, все некогда да некогда вот, и теперь шуруповерт работает делаем необходимую разметку это 25 сантиметров от стены и метр сорок пять я сделал от пола поставил крестик где будет и прикручиваю первый, как сказать крепежный элемент прикрутил снизу теперь вот она вот такая вот булки тут под шестиграничек, который выкручивается и упирается в трубу отмерил необходимую длину трубы вот, для того, чтобы вот здесь-то стало видно, где пилить я поцарапал здесь гвоздиком вот, и для того, чтобы оставить как можно меньше опилок я трубу сделал под лаклоном сюда вниз получается чтобы опилки ссыпались либо вот сюда вот в трубе либо вот сюда вот чтобы они ну, в общем, чтобы не сорить неохота выходить на улицу и ножовочкой вот так вот готово и так, теперь когда труба у нас уже отрезана аккуратненько ее вставляем в свое место внизу и теперь уже прикручиваем вот, какая прелесть отмеряем второй кусочек трубы на котором будут именно висеть плечики и так, наша труба готова и теперь мы их соединяем вот эту вот сюда а эту вот сюда так, тут надо, наверное, как-то раскрутить 145 отмедляем и теперь уже затягиваем очень жестко и надежно как будто прям получилось сейчас еще вот здесь-то затяну первое сюда ну, давай да, ровно ну, как? можно обязательно завязать замок давай помогу потому что без этого тест вешалки не получится полный, да? плечика не задевает прям, как раз прям остается немножечко места, да? вот, и тут тоже дверь вот так вот раз практически не задевает по высоте ну, сейчас я еще здесь сделаю вот такую вот полочку полочку, чтобы положить сверху шапочки для полочки у меня еще есть вот такая вот конструкция вот ее мы сейчас сюда и ох какая хорошая штука так, доверяем расстояние ага, крелка ажи-ка да, то есть расстояние-то 5 сантиметров вполне достаточно о, как раз прям 5 сантиметров прям так и затягиваю, да? и в итоге вот такую вот полочку я еще выпилил из подоконника у меня подоконник оставался так вот ее сейчас еще не прикрепил сейчас супруга ее протрет промоет маленько в гараже долго лежало маленечко не хватило чуть-чуть сделал вот такие вот кронштейники но держатся очень крепко так, вот она пока отсюда убирается прочная, легкая и в общем-то вот такой вот результат вот тут в общем-то вот так же время aumento р 索